Итак, дорогие друзья, вы продолжаете смотреть программу «Деньги на дожде». Меня зовут Никита Белоголовцев, и сейчас поговорим о праздновании Нового года, к которому все начали готовиться. Если вы были или являетесь потребителем лакшери марок, то слушайте нас внимательно. Компания «Симпл» прекратила поставки французского шампанского «Кристаль», так как не может доказать идентичность своего бренда на территории России. Дело в том, что российская госкорпорация «Союз Плод Импорт», ну, по крайней мере, как пишет госкомпания «Союз Плод Импорт», по крайней мере, как пишет «Коммерсант», оспаривает право «Кристал» работать в России, потому что является собственником бренда водочного «Кристалл». Для того, чтобы стало понятнее и для того, чтобы вы яснее понимали суть претензий, я сейчас напишу название двух этих марок «Кристаль». Это французское шампанское, и «Кристал» — это российская водка. Дело в том, что, несмотря на разницу первой буквы, «Союз Плод Импорт» настаивает на том, что эти бренды близки для степени смешения. Мы попросили прокомментировать претензии «Союз Плод Импорта» Максима Каширина. Это глава компании «Симпл», которые поставляют шампанское «Кристаль» в Россию. Давайте послушаем. Продать «Кристаль» — проблем нет. РДР ничего не потеряет, потому что производится его ограниченное количество, около 600 тысяч бутылок, и продать их на весь мир — ну, просто нет проблем. Соответственно, наша квота просто будет распределена между другими рынками. Финансовых проблем нет. РДР здесь есть политические проблемы, имиджевые. Итак, в чем, собственно, абсурдность и абстрактность претензий компании «Союз Плод Импорт» по мнению группы компании «Кристалл», точнее, по мнению компании «Шампань» Луи Роидер, которые являются собственником «Шампанского Кристалл». Марка, сама марка «Шампанского Кристалл» Луи Роидер была создана еще в 1876 году, и по заказу никого-нибудь, а российского императора Александра Второго. Вот, собственно, вот так сам российский император впервые сделал заказ на шампанское марки «Кристалл». То есть, де-факто, Россия, по сути, является прародителем этого бренда. И сейчас Россия является частично его и могильщиком. Дело в том, что для «Шампанского Кристалла» уже нету никакой абсолютно возможности поставлять свое шампанское в этот новогодний период, а это до 70% годовой выручки. Мы попросили прокомментировать также ход этого спора и, возможно, его последствия. Вадима Ускова, адвоката, давайте послушаем, как он воспринимает эту ситуацию. Компания «Сэсплодимпорт» неправомерно запретила французам ввозить свое шампанское «Кристалл», поскольку я полагаю, что все-таки французские виноделы в этой части имеют право продавать свое шампанское «Кристалл» не только в России, но во всем мире. И, на мой взгляд, то, что коллегия высшего арбитражного суда отменила решение всех трех инстанций, принятых в пользу французов в России. В этой ситуации, ну, на мой взгляд, это такой достаточно, с точки зрения политической, как минимум, уже достаточно проблематичный и сомнительный. Представители компании «Сэсплодимпорт» не дали нам комментариев по телефону и не смогли выйти к нам в эфир, однако они прислали нам письмо, в котором они аргументируют суть своих претензий, ну и, в принципе, говорят о своих действиях. Де-факто они обвиняют компанию у Луи Роэдер в том, что она воспрепятствовала выходу водки «Кристалл» на рынок Европы. И, по сути, таким образом получается, что компания «Союзплодимпорт» мстит своим конкурентам за то, что они не пустили водку «Кристалл» на европейский рынок. Справедливости ради следует сказать, что на мировых масштабах марка «Кристалл» для шампанского была зарегистрирована значительно раньше, чем марка «Кристалл» для водки. Однако такие истории, сомнительные с точки зрения авторского права, происходят не только в России, а во всем мире. Дело в том, что сегодня компания...